Всем большое привет, друзья! Меня зовут Фил, это канал Честный Блог, а это новый бюджетный смартфон от компании Huawei под названием Huawei Y91. На своем канале я, конечно же, в основном рассказываю про смартфоны, которые имеют более высокий ценовой сегмент, но понятное дело, что нужно также рассказывать и о смартфонах, которые делаются для народа. Поэтому смартфоны ценовой категории 10-20 тысяч рублей в моем видеоблоге тоже регулярно присутствуют. Вы знаете, когда я увидел вот этот телефон, и я посмотрел на технические характеристики, я несколько раз менял свое мнение на противоположное. Сначала я подумал, ого, 7000 мАч аккумуляторная батарея, да такой нет у никого. Ого, какой прикольный корпус. Ого, они сделали такую же бровь, как в айфоне. Хорошо, ладно, в бюджетном сегменте это позволяется. Тут еще и памяти, 8128 или 8256. Хорошо, идем, IPS-экран 90 Гц. Потом я посмотрел на цену, в м-видео, в сети-линке такой 21-23 тысячи. Я так подумал, ребята, вы чего? За такие деньги надо покупать Poco X5 Pro, там, ну, как бы масса всяких смартфонов, которые можно купить за эти деньги. Я такой, нет, и начал менять свое мнение. Потом я зашел в интернет, обнаружил, что помимо того, что можно купить вот за эти деньги, также есть в России магазины, в которых этот смартфон можно купить за 17 тысяч, за 18 тысяч. И я подумал, ну окей, это еще более-менее куда не шло. Так что, друзья, я вам сегодня расскажу про этот телефон. Я не знаю, вы его себе купили, поэтому смотрите этот обзор или думайте, какой себе телефон купить за приемлемые деньги. В общем, давайте я вам расскажу свое мнение по поводу телефона Huawei Nova Y91. Меня зовут Фил, это канал Честный Влог. Погнали! Значит, друзья, давайте сразу обозначим такую штуку. Мне кажется, что в ценовом сегменте 20 тысяч рублей вообще не составляет труда копировать челку у айфона. И некоторые обзорщики говорят, зачем же компания Huawei это сделала? Все очень просто, за тем, чтобы покупали, зачем еще нужно это сделать? Больше никакой необходимости делать эту челку, настолько похожую на айфон, нету вообще никакой. Зато издалека тебе кажется, что это действительно айфон. Какой-нибудь там XR, например. Так что давайте на этом поставим точку, сделали челку, окей, ладно, бог с ним. Для продаж. Хорошо. Чтобы люди, которые купили себе смартфон за 20 тысяч рублей, радовались, что у них почти как айфон. Следующий момент. Ну, это здоровенный смартфон. Диагональ дисплея 7 дюймов. Практически. 6,95. Таких больших дисплеев на рынке. Вот, по-моему, у компании Tecno Пова какой-то был, там тоже был очень большой экран. В основном у всех там 6,67, 6,7. Большой экран. Соответственно, если вам нужен смартфон с большим экраном, он для вас подходит. При этом он более-менее компактный. 214 граммов весит. Хотя он, конечно же, толстенный. Толстенный он, потому что здесь огромный аккумулятор на 7000 мАч. Некоторые говорят, что его хватит на 3 дня. Ну, нет. Ну, конечно, на 3 дня его не хватит. Нет. Ну, если положить просто, он будет лежать, конечно же, хватит. Но вообще дня полтора-два активное использование, это нормально. А в руке он лежит хорошо за счет того, что у нас плоские грани. Так что, несмотря на то, что это практически 7 дюймов, окей. Внешка, окей. Сзади, кстати, он выглядит тоже очень прикольный. Это пластик. Хотя сейчас очень много смартфонов, у которых вот такая же ровно, такая же панель, только стеклянная. Ну, еще вот эта золотая окантовка. И такое ощущение, что тут вообще 24 камеры. На самом деле, здесь всего лишь одна камера на 50 мегапикселей. По экрану тоже все хорошо, на самом деле. Это IPS-экран, 90 Гц. Понятное дело, что за 2022 даже мы хотели бы уже здесь иметь AMOLED. И имели бы право им иметь. Но вот компания Huawei решила так. Дороговато все-таки, да. Поэтому вот смотрим цену какой-нибудь типа за 17. 90 Гц отрабатывает хорошо. Вообще, могу сказать, что в принципе, экран создает хорошее впечатление. У него яркость порядка 530 нит. У него хорошее антибликовое покрытие. Соответственно, под солнцем ты себя чувствуешь вполне себе хорошо. Контрастность 1300 к одному. Практически полный охват sRGB. Ну, короче, экран нормальный. И под углами у нас, естественно, есть преломление, но вполне себе хорошо. То есть, на самом деле, к экрану вопросов никаких особенно нет. Здесь 376 точек на дюйм. Хорошо. Странный момент, начинается дача. Потому что здесь стоит Snapdragon 680. И он выдает 200 тысяч баллов Antutu. И этого прямо мало. Но, знаете, какой интересный момент? Этого очень мало на бумаге. А когда ты пользуешься смартфоном, если бы я не знал, что здесь 200, и если бы я не знал, что здесь стоит 680 процессор, я бы думал, что здесь стоит какой-нибудь Helio G99. Ну, потому что все отрабатывает хорошо. Нет, особо, знаете, какие-то фризов, лагов и так далее. То есть, в целом, сама операционная система работает хорошо. И все это крутится, вертится более-менее нормально. И в игры, соответственно, можно поиграть. И запускаете стенд-офф или какую-нибудь другую игру PUBG. И все в целом работает нормально. Выставлять можно средние настройки. Вообще не париться. А так как у нас 7000 мАч аккумулятор, соответственно, вы будете играть в игры очень долго. Киношки будете смотреть очень долго. И вообще, если вам нужен смартфон со здоровенной аккумуляторной батареей, вот, соответственно, он перед вами. При этом здесь нету 3,5-миллиметрового джека. Соответственно, если вы хотели бы, например, лететь в самолете и смотреть киношку, вам нужны Bluetooth-наушники. Считаю, что Bluetooth-наушники в современном мире должны быть у каждого человека, а проводные по желанию. Но все равно. Но обычно все-таки в этом среднем ценовом сегменте у нас есть наушники. Но вернемся до этих процессоров. Значит, Snapdragon 680, 204 тысячи баллов Antutu. Крайне мало. Понятное дело, что он не особо нагревается. 33 градуса нагрева. Но вообще, за эти деньги здесь должен стоять Helio G99, который будет выдавать, например, 350 тысяч баллов Antutu. Вот что-то вот такое. Примерно в два раза больше. И это очень странно, что такой староватый процессор здесь находится. Староватый и не очень мощный. Но, как я уже сказал, это на бумаге. А когда ты пользуешься смартфоном, в целом нормально. Это не то, что оправдываю смартфон. Но придите в магазин, покрутите, повертите. Действительно, он создает приятные впечатления. Тем более, что здесь 8 гигабайт оперативной памяти. Все нужные программы WhatsApp и все остальное он загружает в память. Они там висят, и вы быстро перемещаетесь между ними. Ну, а зато троттлинг-тест он проходит на ура. Вообще никаких проседаний. Ну, на самом деле, здесь и проседать особо нечему. Еще раз, давайте помечу один важный момент. В игры можно играть. Даже можно Genshin Impact установить и на минимальных настройках играть. А в целом, стенд-оффы и Call of Duty на средних настройках вообще идут отлично. Что касается звучания, вы знаете, неожиданно, но здесь хорошее стерео звучание. То есть, оно, во-первых, полноценное. У тебя именно стерео. Я имею в виду, что здесь нету какого-то, знаете, сильного перекоса в нижнюю составляющую. Смотришь на экран прямо, видосик и звук прям полноценный. Хорошо. И по громкости он тоже достаточно громкий. Здесь, знаете, есть даже такая фишка, типа 300% громкость. И на самом деле, это, конечно же, маркетинг. И когда вы включаете такой режим, у вас просто начинает немножечко все скомпрессировано работать. Но в целом, еще раз скажу, звучание нормальное. Смотрите киношку, играть в игры, окей. А вот вибрации здесь особенно никакой нет. Точнее, она есть, но она крайне... крайне обычная. Еще, конечно, здесь сэкономили на Bluetooth. Здесь Bluetooth версии 5.0. Его выпускали еще в 1916 году, еще до революции. Ну, короче, это было очень давно. Откуда компания Huawei раздобыла этот модуль, непонятно. Конечно же, здесь есть NFC, поэтому карточку Мир можете сюда прикрутить и расплачиваться бесконтактным способом. GPS, GLONASS, Galileo, навигаторы работают здесь нормально. Что касается аккумулятора. Ну, он, конечно, огромный. 7000 мАч аккумулятор. Я думаю, что, ну, крайне сложно вообще найти смартфоны, у которых есть такой же аккумулятор. По-моему, опять у какого-то Tecno или у Infinix что-то было. Там были вот такие игровые смартфоны тысяч за 16. Кто же со здоровенными экранами и с большим аккумулятором. Но в целом, конечно же, других смартфонов таких нет. Так что, если вам нужно супер автономное устройство, то это как раз таки оно. У нас есть, естественно, блок зарядки в 22,5 Вт. И, что интересно, такой здоровенный аккумулятор, такой не очень быстрой зарядкой, заряжается примерно за полтора часа. Примерно столько же, например, уходит на зарядку, там, Samsung Galaxy S23 Ultra. А у него все-таки 5000 мАч аккумулятор. Ну, короче, в целом, полтора дня смартфон будет работать. Может быть, даже растянете на два. Хорошо, все по автономности. И так как у нас не сильно прожорливый процессор, соответственно, у нас с энергопотреблением все хорошо. Если посмотреть, в принципе, сравнительные характеристики с большинством количества смартфонов, он вытягивает очень хорошо. 30 часов можно смотреть видео. Представляете, да? Книжки можно читать тоже 30 с лишним часов. В игры можно играть порядка 8-9 часов. Ну, то есть, автономность, на самом деле, зашкаливает. Это прям такой очень хороший бонус для этого смартфона. Еще, знаете, что мне понравилось, это работа операционной системы. Потому что, с одной стороны, мы сейчас перейдем к вопросу Гугла, да? Пока еще момент этот не трогаем. Телефон работает на операционной системе AMUI. Версия 13.0. И, знаете, здесь прямо много всяких прикольных фишек. Ну, во-первых, например, увеличенные папки, с которых удобно сразу же запускать приложение. Есть удобный способ разделять экран на два приложения, чтобы пользоваться одновременно ими. Понятное дело, что темные и светлые темы. Можно также клонировать приложение. В общем, весь стандартный набор. Однако, есть и сложности. Главная из которых, это, конечно же, отсутствие Google сервисов. И для кого-то это, конечно же, проблема. А для кого-то вообще непонятно, в чем тут сложность. Потому что все в целом работает. И я бы сказал так. На самом деле, если взять среднестатистического человека, дать ему этот телефон и сказать пользуйся, он будет пользоваться без проблем. И YouTube он запустит. И запрещенные в России различные соцсети он здесь будет запускать. И игры он тоже здесь запустит. Особо трудностей никаких нет. Потом он немножечко подразберется и поймет, что можно здесь установить еще G-Space и G-Box. И тогда у вас будет виртуальный остров Google на вашем телефоне. Соответственно, вы и дальше все Google приложения сможете запустить. У меня есть на канале большое видео, как жить без Google сервисов. На примере Huawei P60 Pro. По сути, что там нету и что здесь нету. Система одинаковая. Поэтому я вот здесь оставляю ссылку. Переходите, посмотрите. Там большой подробный гайд на тему того, как жить без Google сервисов. Как сделать так, чтобы у вас все работало. Как сделать так, чтобы вас в стенд-оффе не забанили. Потому что если вы будете все-таки запускать стенд-офф через G-Box или G-Space, вас обязательно забанят. В общем, там большой рассказ. В целом, еще раз скажу. Большинство приложений работают вместе с G-Box или без него. Естественно, у нас есть Яндекс-приложение. Также компания Huawei научилась входить в сети подводные камни. Поэтому можно YouTube запускать и все остальное. В общем, пользоваться можно. Однако, естественно, есть моменты, которые связаны с тем, что у нас здесь нету Google сервисов. Ну и последнее, тоже очень забавная вещь, конечно же, это камера. Потому что если вы посмотрите вот на эту камеру, подумайте. Ничего себе, здесь четыре полноценные камеры. Вау! Но на самом деле всего лишь одна камера. Здесь даже нету сверхширокугольной камеры. Здесь есть одна фотографирующая камера и еще заглушечка на 2 мегапикселя. Ну, чтобы вы могли делать портретики. И тут по классике. Все смартфоны вот такого ценового сегмента, они примерно умеют делать одно и то же. Днем получаются нормальные фотографии. Вечером тоже более-менее нормальные фотографии. Вы можете также снимать и объекты близко. Можете снимать портретики. В целом, динамического диапазона хватает. Работает HDR. Все это днем работает хорошо. Как только мы смещаемся куда-то в вечернее или ночное время, все, у нас смартфон начинает, конечно же, делать более слабые фотографии. Нужно бы обязательно в порядке включать ночной режим, чтобы у нас фотографии получались получше. И они действительно получаются получше. Но в целом, качество все равно не очень. А дальше мы переходим к еще одному моменту, который называется съемка видео. И так как у нас здесь нет ни оптической, ни какой стабилизации, соответственно, у нас видео получаются дерганой. Мало того, этот смартфон не умеет снимать 4К, ни в каком виде. И вот это как бы косяк. Потому что смартфон за 23 тысячи рублей, как он продается в сети Лики и видео, ну как бы такого не должно быть, что он не умеет снимать 4К. Потому что 4К умеют смартфоны снимать, которые стоят 13 тысяч, 15 тысяч, 17 тысяч. А не умеют снимать 4К 30 кадров в секунду. Этот телефон не умеет. Плюс нету стабилизации. Но с отсутствием стабилизации, на самом деле, более-менее можно бороться. Я об этом рассказываю во всех видео. И сейчас тоже расскажу. Вам нужно установить приложение Google Photo. Так как у вас нету здесь Google сервисов, у вас Google Photo изначально нет, но его нужно установить. Мы его устанавливаем, потому что внутри есть очень классный стабилизатор. И если вы снимаете свое видео, потом открываете Google Photo, там нажимаете настройки. И внизу появляется такая иконочка с квадратиком в квадратике внутри. Так вот, вы нажимаете их, и тогда у вас происходит стабилизация того видео, которое сняли. И только что у вас все дергалось и качалось в разные стороны. Но после этой стабилизации от компании Google у вас все получается хорошо. Понятное дело, что у нас сама камера по-прежнему продолжает снимать очень все дерганно. Но вы более-менее зато сможете стабилизировать видосы, которые уже наснимали. И это более-менее решение. Это решение не только для Huawei, это решение для любого смартфона, у которого нет стабилизации. И в итоге, друзья, вот вы понимаете, я даже не знаю, что вам сказать по поводу этого смартфона. С одной стороны, у него есть прямо действительно классные характеристики. Здоровенный экран. Чем хорош большой экран? Ну, тем, что ребенку хорошо воспринимать, например, контакт с экрана побольше. Для него вообще лучше всего это планшет. Плюс, это IPS-экран. Соответственно, у нас нету ШИМа, 90 Гц, все отрабатывает хорошо. Здоровенный аккумулятор на 7000 мАч. Хороший корпус. Смартфон приятно выглядит. И в целом, так я бы сказал, не стыдно. У нас нормальная комплектация, есть чехол, есть зарядка. И работает, в принципе, тоже хорошо. 8 гигов памяти, 128, 256. Комплектация тоже вполне себе хорошая. Плюс в процессе использования он не греется, потому что процессор здесь не мощный, поэтому он не греется. То есть, как бы, есть вот такие прямо хорошие, ну, реально хорошие плюсы, которых мы не встретим в других телефонах, да? Но, с другой стороны, мы раз, и у нас 680 процессор. Ну, как бы, реально слабоватый, потому что здесь, еще расскажу, Helio G99 должен быть за 23 тысячи рублей. Нету никакой стабилизации в камере. Должна быть хотя бы цифровая стабилизация за эти деньги. Нет сверхширокугольной камеры. Ну, окей, многие даже не знают, что с этим сверхшириком надо делать. Окей, упускаем. Но видео можете мать только Full HD 30 кадров в секунду, но этого реально мало. Ну, и вдобавок ко всему, у нас здесь нету Google сервисов, да? Еще один немаловажный момент. Да, конечно, накидал, да, разных вариантов. То есть, реально у нас есть большие интересные плюсы, и у нас есть вполне себе ощутимые минусы. Ну, и цена. Вот, еще раз скажу, да, сети link, видео, классные магазины, безусловно, но цена в 21-23 тысячи, это реально, как бы, дофига. Вот где-то там, если в Google поискать, смартфоны продаются за 17 тысяч рублей. Вот это более-менее еще рабочая цена. Стоил бы он пятнашку, вообще было бы, наверное, отлично, можно было бы смело рекомендовать всем, кому нужен телефон. Ну, вот только вопрос Google сервисов. Короче, друзья, ну вот, честно скажу вам, не могу просто вам сказать, бегите, покупайте, это топ за свои деньги. Нет, это точно не топ за свои деньги. Собственно, на этом все, друзья, мне больше нечего про него сказать. Что вы думаете по поводу этого телефона? Напишите, пожалуйста, в комментариях, пользовались ли им, какие у вас были ощущения, и, может быть, вы хотите купить себе смартфон тысяч за 17, тогда я попрошу людей, которые досмотрели до этого момента, обязательно напишите в комментариях, какой бы смартфон вы купили за 17 тысяч рублей. На этом все, меня зовут Фил, это канал Честный Влог, подписывайтесь, здесь я рассказываю правду о гаджетах, которыми пользуюсь. Берегите себя и своих близких, всем счастливые, пока! Субтитры сделал DimaTorzok